Впереди выходные и самое время сходить в кино. Сейчас в прокате лидируют сразу две громкие новинки сезона. Семейная комедия «Холоп-2» и сказочный фильм-приключения «Бременские музыканты». Каждую из картин уже посмотрели по несколько миллионов россиян. Какие впечатления, у зрителей спросила наш корреспондент Анна Гуляева. Главный герой продолжения комедийного блокбастера Гриша, бывший мажор. После путешествия в прошлое он чутко реагирует на любую несправедливость и, конечно, не может пройти мимо беспредела, который творит наглая, избалованная Катя. Сам он перевоспитался и в душеспасательном диалоге ему мешает мама Кати. Она считает свою дочь исключительно хорошей девушкой. Это противостояние влияет на перемены не только главных героев, но также их родных. Мне кажется, что этот фильм подходит разным поколениям для разных целей. Но вообще, мне кажется, он учит о доброте, прощению и любви, конечно же. В этой части к звездному составу актеров из первого фильма Милошу Биковичу, Ивану Ахлобыстину, Александру Самоленко и Марии Мироновой присоединяются Аглая Тарасова и Наталья Рогожкина. Это добавило фильму экспрессивности и неожиданных поворотов. Поэтому вызов, чтобы этот сиквел стал лучше, чем оригинальный фильм, и это сложно. Мировая история кино знает очень мало действительно достойных, успешных продолжений. И я надеюсь, что я хотел снять вот именно такое успешное продолжение. Главная героиня попадает в крестьянскую деревню и оказывается во дворце 18 века, где лицом к лицу встречается с самим Наполеоном. Череда сногсшибательных, потрясающих событий и приключений приводит героиню к переосмыслению человеческих ценностей и самой жизни. Смешной и поучительной. У нас еще очень много таких мажорчиков, переучивших. Фильм великолепен, мы ждем третью часть. А что понравилось лучше? Да, перевоспитание. Еще одна премьера этого года – «Бременские музыканты». Хоть история совсем не новая, но в новом исполнении. Посмотреть картину Алексея Нужного успело уже 6 миллионов человек. Колорит и посыл – союз мультфильма вместе с музыкальными новинками и современным юмором. Сделать так, чтобы «Бременские музыканты» понравились зрителю, но в то же время в них было что-то свежее, новое, очень непросто. Вообще, в целом, этот проект для меня большая ответственность и волнительно было абсолютно все. Тихон Жизневский сыграл жизнерадостного трубадура. Его команду музыкантов – Ирина Горбачева, Роман Курцин, Оскар Нигаминзианов и Дмитрий Дюжев. Роль короля великолепно исполнил Сергей Бурунов, а принцессу сыграла Валентина Ляпина. Мне кажется, дух удалось передать. Главное, что есть очень важная история в нем и посыл, как это говорят сейчас молодежь, месседж. Бродячие музыканты, как и в советском мультфильме, стремятся вернуть смех и радость на улице Бремена. Чувство к юной принцессе становится еще одной мотивацией для трубадура. Но сохранить любовь мешают интриги сыщика, тайны королевской семьи и многое другое. Фильм – тернистый путь музыкантов к подвигу, основанный на канонической истории бременских музыкантов. Фильм вообще здоровский, обалденный. Я с удовольствием как будто в детство окунулась. Фильм вообще шикарный, вспомнила детство. Провела прям черту между детством и сейчас просто впечатления те же, как ребенок, честное слово. В эти выходные позвольте себе насладиться новинками российского кино. Посмеяться от души, растрогаться и сопереживать новым старым героям можно будет во всех кинотеатрах Югоры. Анна Гуляева, Елена Каткова, Александр Шимолин. Вести, Югория. Хантамансиск, Сургут, Москва. Субтитры создавал DimaTorzok